Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Серьезно очень вкусная Она напоминает какой-то пирог или булочку Наверное даже булочку Кстати опухоль с языка у меня уже спадает А это не может не радовать Потому что обычно опухоль от лидокаина у меня держится по полгода И когда мне удаляли гланды и аденоиды Я наверное полгода не могла говорить Поэтому Это хорошо Хорошо что все проходит Так давайте отвечать на вопросики Ой Много Как тебе фильм Зодиак? Честно говоря этот фильм я не смотрела Но я думаю я посмотрю его Потому что Зодиак это вроде как был такой маньяк Который руковал людей по какой-то своей схеме Как тебе черепашки ниндзя? Когда я была маленькой я любила их смотреть Зачем люди заглядывают в холодильник миллион раз в день? Потому что они забывают что лежат у них в холодильнике Я например в холодильник не заглядываю вообще О чем может сказать человеческая внешность? Ну Опять же Смотря Какая внешность? То есть Она может рассказать о предпочтениях человека Но если человек не любит переделывать себя Переделывать себя Короче Если человек не любит просто выделяться То он выделяться не будет То есть вы особо его предпочтения можете не узнать А так есть там какие-нибудь панки, готы, эмма Ну представители субкультур, фрики Вот по ним в принципе можно сказать, что они любят А вот если ты встретишь какую-нибудь школьницу Которая едет в своей форме Школьной Куда-нибудь То Если только по значкам, по рюзочку Ну я уже не знаю, как у вас сейчас в школах Все обстоит Самое смешное, что встречалось в жизни? Ну я не знаю, что самое смешное встречалось в моей жизни Я могу смеяться просто потому, что я тупенькая Так, в кого из звезд хотелось бы превратиться на один день? В Мерлина Мэнсона Он класс О чем мысли перед сном? Обычно мысли перед сном Касаются того, что было за день Потому что я стараюсь не думать о жизни Это угнетает Очень угнетает Оставь лукас, если тебя угнетают мысли о жизни Как не сломаться в этом мире и остаться собой? Несмотря что считать собой Ну, то есть, блин Если ты считаешь, что внешность меняет твое мировоззрение Наверное, я все-таки не смогу дать ответ на этот вопрос Ну, в себя надо верить Наверное И себе Что самое главное У каждого свое понимание счастья Что это для тебя? Может быть, человек? Мое понимание счастья Это Ни от чего не зависит, наверное Ни от кого не зависит И, наверное, все-таки жить без всяких страхов И болезней, которые влияют на психику Особенно на психику Но на остальное тоже Сейчас мы попробуем клубничную фанту Ванильную колу я бы вам советовала, конечно, попробовать Потому что она мягкая такая, вкусная Ой, фу Какая гадость Тут просто концентрированный сироп Нет, серьезно Очень Очень противно и мерзко Я не буду даже это Нет, если вы, конечно, любите Газировку с концентрацией сиропа В 98% То, пожалуйста Наверное, вам она понравится Но мне не очень Так, виноградная Давайте посмотрим, зачем гонялись люди Все лето Виноградная, кстати, похожа на водичку корейскую Тоже, по-моему, то ли с виноградом То ли с какой-то такой штучкой Не помню, как называется В общем, тоже с ягодками Но она вкусная Но корейская водичка, в принципе, стоит столько же Но ее больше Поэтому я, наверное, не буду Вообще фанту какую-либо покупать Буду просто корейскую водобрать При каких обстоятельствах Была съедена самая необычная еда? Понравилась? Ну Как бы, когда я была маленькой Меня воспитывала кошка И В общем, она Кормила меня мышами летом И Когда ты хочешь есть Ты особо не обращаешь внимание на то, что ты будешь есть Ты обращаешь внимание на архитектуру в своем городе? Да, я обращаю внимание на архитектуру в своем городе Потому что Есть старые домики Типа Сталинки, Хрущевки Брежневки, да И у них Ну, блин Как это сказать? Ну, в общем, выполнены они красиво Особенно Институт имени Строганова, например Были детские страхи Может, остались до сих пор В детстве я боялась темноты Потом После того, как я поехала в лагерь на выживание И выжила Страх темноты ушел Потому что это было летом Это была поездка в Карелию И летом там белые ночи И как бы ты выходишь ночью И у тебя все светло И ты такой Ммм, а сколько сейчас времени? И начинаешь реально скучать по темному времени суток Вот, реально скучаешь И после этого я вообще темноты не боюсь Ну, еще боюсь бабочек Ночных Ночные бабочки Это просто пипец какой-то Они жирные Внутри них находится икра Мне просто страшно даже думать о них Если я на нее на бабочек натыкаюсь вообще в целом Да, на таких То я стараюсь уйти побыстрее Потому что обычно Если их встречаешь днем Ну, бывают времена, когда они облепливают Прям дома Они столбы, облепливают деревья И это просто Ощущение как будто просто Какое-то нашествие бабочек Инопланетян, которые Ночью активизируются И сожрут тебя Опиши свое чувство юмора Колобок повесился Ну, короче, все очень плохо Что ты хочешь в подарок Больше не терять мысль, короче Когда что-то рассказываю в видео Что-то обсуждаю и Смогу даже, наверное, сделать видос, который мне просили Это Draw My Life Я помню о нем Но я не могу его сделать Из-за того, что у меня нет доски Смысл жизни это Учиться Чему-либо Постигать новое В общем-то, саморазвиваться Я даже могу предположить Для чего нужны дети Для того, чтобы передавать им свои знания Ну Как бы у людей Большего смысла жизни Нет По крайней мере, пока что Нравится пародия Урганта Да Он очень классно делает Но Не вот этот клип, где там Акка был Потому что Просто получается Еще одна из версий Этой песни Какой напиток предпочитаешь пить по утрам? По утрам мне нравится пить чай Или воду Или кофе Вообще, что первой попадется Ну Когда не ешь по утрам Надо что-то пить По утрам Поэтому Когда как Иногда это даже газировка может быть Что тебя может заинтересовать в человеке? Знания Знания Это вообще очень сексуально Маленький котик пришел Снова Он берет меня за лицо И хочет поцеловать Но нет Умеешь кататься на коньках? Где в твоем городе можно покататься? Кататься на коньках я умею Но я не знаю Где покататься в моем городе Поэтому Орбит или Диролл? Наверное, орбит Пицца или суши? Суши Йогурт или кефир? Йогурт Чай или кофе? Кофе Черный или молочный шоколад Черный шоколад Мясо или овощи? Ну, так как мясо я не принимаю, наверное, овощи Не воспринимаю Организм не принимает, короче Я, по-моему, об этом рассказывала Может Легко тебе говорить правду лицо или легче обмануть? Как вести себя с теми, кто часто врет? Ой, врать я вообще не люблю Мне проще говорить правду Как бы всегда Потому что если ты врешь Тебе надо запоминать о чем-то врешь Как бы Все это помнить постоянно Помнить, что ты кому сказала Как бы это Ну, ооо Короче, не для моего Тупенького мозга В общем Поэтому Нет, мне проще сказать правду Если вы подозреваете, что человек вам врет Ну, смотря насчет чего он врет Потому что бывает ложь во благо А бывает ложь просто, чтобы себя выгородить Все боятся щекотки Как ты относишься к ней? Где щекотни всего? Ну, как я? Я не люблю, когда меня щекотят Мне даже щекотно, когда мне бьют татуху Иногда То есть Бывают места, где щекотно Реально щекотно Ну, ребра, наверное И ноги Назови имена самых близких Это Ани Ну, я просто общаюсь С людьми, у которых имя Аня Наверное, как-то это связано То есть, если ты Аня Мы с тобой подружимся Почему в одних странах Правосторонние А в других Левосторонние движения Это же путают Честно говоря Сама в шоке Я сама не знаю, почему это Если я узнаю Я обязательно вам скажу Хотя можно погуглить Поэтому Там и машины делают Как бы Праворульные Леворульные То есть Наверное, это тоже как-то зависит Как часто кушаешь у меня дома Где нравится есть Я вообще не люблю есть на людях Потому что у меня от этого Начинается паника И я такая Господи Почему я здесь? Зачем я это делаю? И, короче говоря Мне проще есть дома Опиши одним словом себя О, у меня тут еще один вопрос Пришел на английском Опиши одним словом себя Ну, блин Очень сложно Описать себя Тем более одним словом Так Would you like to run a marathon? Do you know how to Препарат Коррект Короче, не хочешь ли ты Пробежать марафон И знать ли вы Как правильно подготовиться? Нет Вообще не Не очень люблю бегать Потому что У меня начинают болеть суставы Сначала они начинают болеть А потом они Отказывают И Я падаю Или у меня Просто происходит Какое-то склинивание И нога перестает Разгибаться И разгибаться Из-за этого Я вообще не могу Заниматься Какими-то Прям очень тяжелыми Нагрузками В общем Это были все вопросы На сегодня И мы попробовали Целых Три напитка Вот Если вам понравилось Это видео То вы можете Поставить лайк Если нет Дизлайк Как бы В этом видео Не должно быть Смысловой нагрузки Вообще Это как Жвачка для мозга Как книга Дарьи Донцовой Мне бы хотелось Чтобы вы Тоже Ответили На эти вопросы Ну В комментариях К этому видео Нажали на колокольчик Если вы этого еще не знаете Также напишите Пожалуйста Пробовали ли вы Такие вкусы газировки Если пробовали То какой из них Вам больше всего понравился Вот И всем спасибо За просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok